Всем привет! С вами снова Елена. Добро пожаловать на мой канал. И у нас сегодня распаковка. Мне пришла посылочка от компании Mirax Style. Там должна быть демисезонная куртка. Давайте мы с вами вместе ее распакуем и посмотрим, что там внутри. Соответствует ли полученная куртка тому, что я хотела. И так, друзья, внутри вот такая вот куртка. Кстати, посылка до меня дошла за 5 дней. Все достаточно быстро. Как всегда, ссылочку на магазин вы найдете в инфобоксе под видео. Проходите, знакомьтесь. Очень интересные модели. На сайте у них широкий выбор и красивые цвета. Я люблю синий. И выбрала вот такой вот, по-моему, он называется Electric цвет. Мне очень нравится, что он такой сочный. Он немножко на видео более ярче выглядит, более голубым. На самом деле он такой хороший, насыщенный, синий. Вот. Она немножко мятая, но потому что была упакована. Чтобы показать, никаких повреждений нету. Никаких ниточек не торчают. Нитки. Все очень аккуратненько. Накладные кармашки. Единственное, ну, это я уже придираюсь. Видите, строчка нашла на строчку. Вот. Ну, это вот такая мелочь, как бы. Поскольку я человек шьющий и знаю, что к чему в этом плане, то я, конечно, придирчивая. Ну, еще вот чисто визуально, да. Здесь карман пришит более-менее параллельно. Боже, борту застежки, да. А здесь, как видите, кривовато. Ну, соответственно, тоже, если уж совсем придираться, как вы видите, припуск вылез, да. И, ну, он не совсем оторван, да, и криво пришит. Но все-таки неаккуратно. Ну, скажите, что я просто придираюсь. Ну, я человек такой. Я перфекционистка в работе. Да, и я бы себе не позволила такой оплошности, если бы сшила сама эту куртку. Вот. В остальном, как бы, это такие мелочи. Вот то, что у меня, за что глаз зацепился, вот сейчас. Завязочки. Просто такой плотный шнурок. Кармашки на молнии. Достаточно глубокие. Более-менее симметричные. Вот. Здесь внизу идут кнопки. И здесь сверху три кнопочки на лицо. И две потайные. Три потайные. И вроде как они на более-менее одинаковом расстоянии друг от друга находятся. То есть все симметрично. И ровненько. Капюшон довольно глубокий. Тоже таких внешних... Внешних дефектов не вижу пока. Куртка. Куртка. Давайте ее расстегнем. Куртка на молнии. И внутри у нее почему-то белая подкладка. Хотя на капюшоне, как вы можете видеть, синяя. Это странно. Ну, может быть, просто закончилась синяя подкладка. Вот так вот выглядит логотип. Здесь есть такой трикотажный вязаный воротничок. Капюшон не отстегивается. И также на рукавах тоже есть вот такая резиночка. В принципе, в остальном, да, есть еще потайной кармашек. Только он никак не фиксируется ни на липучке, ни на кнопочке. Ну, в принципе, как бы, ответ мой вполне нормальный. Есть небольшие дефекты. Но для тех, кто не принципиален, эти дефекты никакой роли особо не сыграют. И сейчас я ее надену. Посмотрим, как она на мне смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, как вы видели на примерке, да, Сзади есть вот такая завязка, которую можно, в принципе, затянуть, да, И будет чуть-чуть более приталенный силуэт. Капюшон оказался прям впритык, то есть он небольшой, немаленький. Длина, в принципе, нормальная. То есть, то, что я думала, ну, на самом деле, я вам сейчас покажу кусочек сайта, да, то, на что я рассчитывала, да, как это сидит на модели. И я, как бы, ожидала немножко другого. Мягко говоря, я, конечно, расстроена, но спасибо и на том. Вот, конечно, модель возвращать я не буду. Я буду носить эту куртку. Но она, она мне нравится, в принципе, все в ней хорошо. Но я бы не сказала, что она стоит своих денег. Вот. Так вот, вернемся, да. То, что если можно затянуть сзади завязку, сильно не приталить силуэт, вот, все-таки размер гораздо больше, чем я вообще рассчитывала получить. Зачем тогда направлять, скажем, свои размеры, да, обхват там груди, талии и бедер, если тебе присылают куртку на несколько размеров больше. Вот. Карманы где-то вообще, вот, можно сказать, на коленках. Вот, кстати, нитка торчит. После примерки выскочила. Вот здесь вот на кармане тоже, я думаю, видно, торчит нитка. Ну, не знаю, скажете, что я придираюсь, но... Не знаю, просто по мне так карманы нижние нужно было пришивать как минимум на 10 сантиметров выше, чем они есть. Ну, не знаю. Скажите мне в комментариях, ну, что я, что сильно придираюсь. Молния тоже. Я думала, что здесь будет двойная собачка. Здесь одинарная собачка. То есть, если тебе стало вдруг жарко, или ты садишься в транспорте, то есть, эту длинную куртку надо будет задирать вверх, либо расстегивать молнию полностью. В общем, не знаю, какие ваши впечатления, что вы увидели со стороны. Может быть, я действительно сильно придираюсь. Ну, я как человек шьющий сама, да, и знающий в этом толк, я просто вижу все недостатки сразу. Мне довольно сложно угодить в плане шитья, потому что я вижу все и сразу. Вот. Ну, как бы, естественно, я ее возвращать не буду. Просто, конечно, буду носить. Сейчас уже жарко для такой куртки. Ну, вот, на осень вполне. Только ее немножко прогладить нужно будет. Посмотрим, как она в носке. Будут ли на ней пятна образовываться моментальные. Такая ли это водоотталкивающая ткань, как обещал производитель. Ну, в общем, посмотрим, как она будет в носке. Я выбрала вот эту вот модель. Цена на нее немножко снизилась. Была больше. И что хочу показать. Как вы видите, на фото цвет немного более насыщенный синий. Если сделать покрупнее, то видно, что качество ткани выглядит по фото намного лучше, чем на деле. Хочу обратить внимание, что для того, чтобы воспользоваться карманом, девушка согнула руку. Ну, видите, да, что карман гораздо выше. Уровень длины куртки до середины бедра. В общем-то, также видно вот здесь вот, постараюсь приблизить, что подкладка на капюшоне и также подкладка внутри с рисунком. Собственно, на деле получается, что совсем не та куртка. Ну, то есть она вроде как похожа, но вроде как совсем не та. Вот. То есть здесь она не слишком затянута сзади у нее, но при этом она сидит как приталенная. У меня куртка трапециообразной формы. Так вот, друзья, почему я так придиралась к куртке? Постскриптум так называемый. Да, почему я так придиралась к куртке? Потому что это вторая куртка. Я заказывала первую куртку. Первая куртка пришла просто неимоверно огромного размера. Я не знаю, ну, шестьдесят, какой, шестьдесят четвертый размер. Ну, как бы вообще, вот, то есть вы видите, что первый вариант, что я вставлю кусочек чуть позднее. Второй вариант, я уже в первую, перепуталась все. В общем, по скриптуму, то, как я выглядела в первой куртке, я вставлю кусочек и хочу объяснить, что именно мне не понравилось и почему ощущение такое, что у меня надули и во второй раз тоже. Собственно, такое ощущение, что куртка сшита из остатков. То есть, в первой куртке, назовем ее первой курткой, которая пришла, подкладка серого цвета, карман слева синий. На второй куртке подкладка белая. То есть, что голубой ткани вообще нету, что ли? Ну, можно было такую же серую сделать, но белую зачем? Вы бы еще красную сделали. Вообще, на первой куртке воротник сверху растянутый, просто как будто ее уже носили, эту куртку. Ну, если вот совсем придираться до нитки, здесь не торчат. И то, слава богу, не то, что на первой куртке. На первой куртке торчали нитки. На второй куртке. Я запуталась. Так, давайте сначала. Это первая куртка с серой подкладкой. Она большого размера. Пришла вторая куртка с белой подкладкой. Она поменьше, на два размера. Но тоже, в принципе, большая. Так вот, на этой куртке, на первой, нитки не торчат. В принципе, карманы пришиты вроде как симметрично, ровно и параллельно. Единственное, что воротник растянутый, и подкладка, ну, как бы серая, она еще более-менее смотрится по сравнению с белой. Так вот, во второй куртке белая подкладка, первая. Карманы пришиты криво, припуски неровные, строчки петляют. Что еще? Какие недостатки вам сказать? В общем-то, длина не изменилась. Когда я заказывала куртку, на сайте есть, как бы, размер, да, длина рукава 65, по-моему. Ну, вы видели вставку с сайта. И длина изделия 85 или 84. Собственно, длина данной куртки и той, которая во второй раз мне пришла, составляет 95 сантиметров. Это на 10 сантиметров больше. Когда я связалась с производителем и указала, как бы, вот эти вот аспекты, которые, ну, непонятно, почему она такая длинная. Это уже, извините, не куртка, это плащ или пальто. На что мне производитель сказал, что длина изделия у них зависит от полноты. Что? Знаете, я сама шьющий человек, я знаю, ну, пошив изделия от и до, и, ну, вообще вот все. Да, я просто слышу такую чушь впервые, чтобы полноты, чтобы длина изделия зависела от полноты. Извините, есть только два варианта длины изделия. Если вы шьете на заказ, то есть это эксклюзивная вещь, то длина изделия зависит от заказчика, как он пожелает, такая длина и должна быть. Ну, в рамках приличного, да, приличия какого-то, то есть, в зависимости от фигуры, от возраста, там, короткое человеку возрасте не предложишь, соответственно, но все равно длина варьируется в зависимости от желания заказчика. Если ты производишь массовую, да, массовое потребление товар, и ты как бы специализируешься и делаешь на этом акцент, да, что у тебя массовое производство товара, то там вообще длина не может никуда варьироваться и ни от чего зависеть. Если у тебя на сайте указана длина 85, она должна быть 85 везде, и в 44 размере, и в 54. Просто не может быть такого, чтобы человек, который полнее, крупнее, у него длина изделия больше была. А почему? Может быть, тот, у кого 44 размер, она тоже хочет длинную куртку. Что это за бред? Вот я не понимаю. Просто такое чувство вот сложилось, что, во-первых, мне предлагают куртки из отходов, да, куртку, которую уже кто-то носил, плюс непонятно, то есть я видела многие обзоры от этой фирмы, и люди хвалят, да, им приходят хорошие изделия. Действительно сидящие по фигуре, красиво, выглядящие. То, что я заказывала на сайте, абсолютно не соответствует тому, что есть в реальности. Ткань просто плащевка, которая на сайте, на картинке, там выглядела более плотной, такой, ну, скорее похожей на мою зимнюю куртку, чем вот эта вот. в общем, опять же тоже, перед тем, как сделать заказ, производитель попросил прислать мои размеры, то есть обхват груди, обхват талии, обхват бедер, обхват руки в верхней части. Зачем? Если он высылает модель на несколько размеров больше, чем моя, мой личный размер. Я вот этого не понимаю. Так что будьте внимательны, кто сотрудничает или заказывает куртки у компании Мирахстайл, будьте внимательны и осторожны, потому что, как видите, второй, вторая куртка, второй опыт, и я недовольна, в принципе, прислали непонятно что. Из отходов сшито, карманы кривые, ну, я понимаю, может быть, я придираюсь, потому что я сама человек шьющий, я знаю, как нужно делать. И такую вещь я бы не выпустила. Не то, что там, в производство, на улицу бы не выпустила, потому что, ну, ты такие, за такие деньги продаешь куртку, что она должна быть действительно высокого качества. А это не высокое качество. Это, этой куртке цена, ну, три тысячи максимум. Так что, вот так вот. Если понравилась моя вот эта вот лекция по поводу впечатлений от компании MiracStyle, ставьте пальчик вверх. Не понравилось, ставьте вниз. Мне все равно приятно ваше внимание. Вот. Но, в этой компании заказывать вряд ли буду. Еще хотела дополнить, что изначально мне понравилась совсем другая модель, совсем другая куртка. И, к сожалению, у них не было моего размера. То есть, там было всего 44 и 46. Очень ограниченная вот эта вот размерная сетка на некоторые модели очень ограничена. То есть, всего два размера и ты, как бы, не можешь себе выбрать то, что тебе действительно нравится. Ограниченная вариация цветов. То есть, всего 6-8 цветов максимум и то не на все модели. Ну, в общем, как бы, вы мое мнение, надеюсь, услышали. Конечно, я, как бы, не буду их там выбрасывать или большую куртку, может быть, отдам кому-то. Та, что поменьше, вторая пришла, да, ну, она, конечно, крупновата, но что, придется в чем-то ходить. Но денег она своих не стоит. Так что, ссылочку на сайт вы найдете в описании под видео. И будьте осторожнее, когда заказываете одежду через интернет. Все-таки может прийти не самый лучший вариант и даже не тот вариант, который вы заказывали. Вот. Надеюсь, что все, из меня вся эмоция вышла. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что подписываетесь, смотрите, ставите пальчики вверх. И мы с вами увидимся в следующих видео, обзорах, влогах и так далее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok